Тем временем из 1049 бывших работников в Иркутинской шахте «Северная» трудоустроены 777. Тем, кому не найдется мест по специальности, будет предложено либо переобучение, либо сокращение. Сам вопрос того, как это будет происходить, находится на личном контроле главы КОМИ. Напомним, в сентябре техническая комиссия решила, что откачивать воду из затопленных помещений небезопасно из-за угрозы аварийных рецидивов. Поэтому ее законсервируют, а разработку пластов начнут через другую шахту. Константин Куратов следит за ситуацией. Антон Борисов сменил место работы сразу после февральской аварии на «Северной». Посоветовался с семьей и перевелся на другой участок. В данный момент, когда я завалил, я находился в отпуске. У меня было время перевестись. Пришел в объединение, написал заявление, и прошел медкомиссию заново. И все, проблем не было. Работа не сильно отличается. Начальство добрые и отзывчивые люди. Помогают. Есть перспективы по повышению квалификации. Одно из временных рабочих мест предложили Ивану Санько. На «Северной» он работал на участке аэрологической безопасности. Я поехал учиться на сессию, получать высшее образование. По возвращению сессии я только тогда занялся переводом на другое предприятие. Я сразу выбрал шахту Воркутинскую, прибыл сюда к директору по персоналу. Меня восстановили на тот же участок, на котором я работал на «Северной». Я зарекомендовал себе на участок конвейерного транспорта. И на данный момент я перевелся на постоянное время работы шахта Воркутинская горным мастером участка конвейерного транспорта. Большинство из тех, кто работает по такой схеме временно, останутся там и дальше. 199 сотрудников уже получили новые профессии и работают в этом направлении. Всего же обучат более 380 человек. Конечно, участие в таких мероприятиях, оно всегда дает дополнительный толчок предприятию для того, чтобы создавать рабочие места, подумать о сотрудниках, максимальное количество сотрудников оставить на рабочих местах. Что касается остальных, ситуация следующая. Трудовой договор по различным причинам расторгнут со 117 сотрудниками аварийной шахты. 17 человек в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимые ему в соответствии с медицинским заключением. Либо отсутствие у работодателя соответствующей работы, необходимые ему в соответствии с медицинским заключением. Еще 76 человек по соглашению сторон с выплатами со стороны предприятия. 20 человек ушли по собственному желанию. Один человек в связи со сменой места жительства. Еще один за прогул. Один человек по причине осуждения работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. Один человек в связи со смертью работника. Из числа уволившихся по различным причинам из шахты «Северная» 74 человека, граждане пенсионного и предпенсионного возраста. Со всех трибун было заявлено, что все будут трудоустроены, и будут трудоустроены объединения в Оркута уголь. Трудоустроили, люди работают, привлекают к новым рабочим местам на новых шахтах. Что касается самой процедуры сокращения штатов, численностей штата, наша главная задача как профсоюза проследить за тем, чтобы от самого начала до конца данной процедуры соблюдались права трудящихся. На данный момент обращений и заявлений пока по каким-то моментам, что в отношении работников, которые подлежат сокращению, что-то нарушено не было. Люди обращаются с вопросами, как правильнее сделать, правильно ли они делают свои действия, правильно ли работодатель поступает, обращаясь к ним с теми или иными предложениями. Мы стараемся людям разъяснить и помочь в данной ситуации. Сейчас профсоюзные боссы в ежедневном режиме мониторят ситуацию с соблюдением прав работников. Если будут нарушения, готовы обращаться в контролирующие органы. Однако, надо заметить, говорят общественные наблюдатели, сокращаются именно те, кто отказывается от каких-либо вариантов. Некоторые шахтёры уволились уже до этого момента, но большая часть мы планируем, что какой-либо социальной напряжённости всё-таки не будет. Так или иначе, шахтёры будут переведены, они уже переведены на другие шахты и останутся работать в городе. Что касается контроля, понятно, здесь контроль будет и как со стороны города, так и со стороны правительства. Однако, даже кто сейчас останется не у дел, по планам предприятия в конце 2017 года будут новые лавы. И тогда снова потребуется наращивать силы квалифицированными рабочими.